Всем привет! Хочу немножко рассказать про лошадиное зрение. Как известно, глаза у лошади расположены по бокам головы, и поэтому лошади, с одной стороны, видят, у них очень большой панорамный обзор, с другой стороны, этот обзор плоский, то есть то, что они видят только одним глазом, это монокулярное зрение, и поэтому им очень сложно оценивать перспективу, то есть им сложно оценить расстояние, например, от лошади до стенки. Зато, как плюс, лошадь видит этими глазами практически на 360 градусов. Но у лошади есть две слепые зоны, и одна из таких зон у неё находится ровно спереди, вот здесь, примерно от глаз и до земли. То есть лошадь, когда пасётся, она не видит траву, которую она ест. Или, например, когда вы ей даёте что-нибудь и подносите вот так вот прямо под нос, она не видит, что вы ей даёте, то есть она вынуждена полагаться на другие органы чувств, на обоняние, на осязание, потому что губы у лошадей очень чувствительные. Ну а уж если эти органы чувств подвели, то на вкус. Вот моя лошадь, например, очень часто берёт что-то с руки, а потом это возмущённо выплёвывает. И вторая слепая зона находится у лошади ровно за ней, то есть примерно от глаз и до маклаков. Вот если прямую провести, вот там будет слепая зона. Поэтому лошадь не видит нас, когда мы на ней сидим. Она понятия не имеет, что у неё вот здесь вот на спине происходит. Максимум, что она видит, это вот наши ноги, которые болтаются по бокам. И поэтому, например, если вам стало жарко, вы решили снять куртку и куда-то её положить. Вот вы снимаете куртку, лошадь её всё ещё не видит. А когда вы её начинаете куда-то класть, у лошади вдруг в её поле зрения появляется странный объект. Ну, моя лошадь к таким вещам уже привыкшая. А когда я первый раз лет 15 назад попыталась это сделать, лошадь из-под меня просто вышла. Потому что она не поняла, что это за объект, откуда он появился и не угрожает ли он ей чем-то. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok